Дай почитать. К сожалению, в средние века официальная христианская догматика, как правило, отказывала женщине не только в наличии умственных способностей, но и в наличии души. Ведь она, по мысли средневековых схоластов, повинна в грехопадении, а значит, состоит в связи с дьявольской природой. Но из-за деторождения и удовлетворения физиологических потребностей мужчин существованием женщины богословам приходилось мириться. Но мы должны учитывать, что, с другой стороны, именно христианство подарило возможность женщине отделиться от родителей или супруга и начать контролировать свои тела, мысли, желания, убеждения и жизнь. Мир менялся на глазах, и женщины, избравшие путь веры, вовсе не были психически больными, мазохистками или истеричками. Они становились примером единственно правильного поведения женщины в христианском мире. Понятие святости в христианстве появилось довольно поздно, только в IV веке. Человеку для обретения святости требовалось прежде всего смирение. Истории первых христианских мучениц содержат детальные и подробные описания их страданий и самых изощренных пыток, которые применяли палачи, требуя отреться от христианской веры. Поэтому жизнеописание святых жен часто напоминает триллер с неизменно плохим концом. Святые на картинах хорошо узнаваемы, написаны конкретные атрибуты, указывающие на подробности жития или особенностей пыток. Практически все изображаются с пальмовой ветвью, что первоначально означало символ победы, а позже – знак торжества Христа над смертью. Еще один символ – цветы, белые розы или лилии, эмблемы невинности, чистоты духовной и физической. Также книга «Корона на голове», длинный разбивающийся флаг с красным крестом. Дорогие слушатели, вместе с Алиной Никоновой вы сможете узнать об Агнессе Римской Урсуле, Бригите Шведской, Февронии Муромской, Елизавете Венгерской и о многих-многих других святых женах 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!